Отдельная статья расходов предусмотрена для аграрного сектора на закладку новых виноградников и на выращивание зерновых культур. По словам Николая Харитонова, в стране в этом году ожидают собрать не меньше 100 тонн урожая хлеба. И больше всего надежд в этом федеральной власти возлагают на Краснодарский край. А руководство Белгородской области недавно признало, что по урожайности уступают лишь Кубани. Александр Ткачев в свою очередь рассказал, что сейчас на полях региона в самом разгаре весенний сев. Аграрий планируют собрать не меньше 50 центнеров с гектара. Всего же рассчитывают на урожай в 11-12 миллионов тонн. В общем, прогнозы неплохие и всходы неплохие. Вы видите, что огромное количество техники работает, входные работы. Есть у нас система мониторинга, центр, где мы отмечаем, что даже с прошлым 13-14 годом стоящих хозяев все меньше и меньше. И мы очень надеемся на ту поддержку, которую всегда бы оказывали аграриям нашего края Кубани. Это и субсидии, это и субвенции, это и лизинг, это и прямая государственная поддержка. Поэтому хотели бы видеть в том же объеме даже больше, чем в прошлом году. Значит, удвоена поддержка по сельскому хозяйству, по племенным делам, хотя там небольшие цифры, но на самом деле есть в сторону увеличения. В сторону увеличения я думаю, что краснодарские аграрии, кубанские аграрии воспользуются, хотя у них и у самих возможностей колоссально. Я вот буквально приехал только со встречи с Брюховецкого района. Надо сказать, что на самом деле всходы выглядят великолепно. Еще одной темой встречи стало постолимпийское наследие. Николай Харитонов дал положительную оценку использования всех спортивных объектов. И заметил, что Сочи и Красная Поляна сегодня одно из самых популярных мест для отдыха. Александр Ткачев подтвердил, что в этом году здесь ожидают рекордное число туристов. Только зимой на горнолыжные склоны приехали около миллиона человек.